Я хочу поблагодарить всех вас, драгоценные. За это время поставим молитвы, которые мы имели. Это было супер время. Это было замечательное время. Каждый день молитва была здесь. И вы были здесь. Это просто здорово. Спасибо. И мы ожидаем, не только сегодня, в конце мы будем молиться за каждого человека, но вообще в этом году мы ожидаем особое Божие прикосновение. Аминь. Потому что Иисус Христос вчера, Он сегодня, и Он вовеки тот же самый. Я верю, мы будем видеть чудеса. Мои глаза. Мои глаза. Твои глаза. Буду видеть, как исцеляются слепые глаза. Открываются глухие уши. Как ходят хромые ноги. Мы будем видеть славу Божию в этой земле. Потому что Бог верен. Мы служим живому Богу. Я верю, что пришло время для радикального 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 христианства. Радикального. Когда люди радикально будут служить Богу. Молодежь радикально будет служить Богу. Девчонки радикально будут служить Богу. Парни радикально будут служить Богу. Я верю, радикальное христианство поднимается. Я видел, как вы молились и сказали Бога. Я знаю, это на пути. Расскажем, Аллелюя! Сегодня у нас замечательное время. У нас здесь особенный гость. Пастор Алексей. Он был уже у нас. Из Воронежа, Россия. Великолепно! Доброе утро! Добрый день, дорогие! Мир вам! Слава Богу! У вас потрясающая церковь! Когда только сюда заходишь, уже чувствуешь Дух Святой. И есть жизнь в вашей церкви. Слава Богу! Я помню, я был около пяти лет назад. Я был первый раз у вас в церкви. Это было такое благосовенное время. Мы познакомились с пастором. Мы подружились, завязали отношения. И, знаете, ваша церковь тоже как-то особенная для меня. Потому что я знаю, что у вас частый гость, пастор Максим Максимов. Это мой очень хороший друг. Слава Господу! Я знаю, что ваша церковь, она движется в видении. И я даже вижу в G12. И несколько раз я был на конференциях, также имел общение. Это здорово! Знаете, я просто попал в церковь, где по-русски говорят. Поэтому я уже пошел. Слава Богу! Ну, хорошо, я буду привыкать. Сладкий, он вкусный. Лимонный сок. Вриди домой, сделай себе лимонный сок. Чистый лимонный сок. Биттер, сур, биттер, сур. Не хорошо. Понимаешь, что производит сладкий и горький сок? Некоторые говорят, давление такое, поэтому я ругаюсь. Давление такое, поэтому мне надо выпить, просто расслабиться. Давление такое, поэтому мне надо просто пойти, сделать какую-то глупую вещь. Ты знаешь, не давление определяет то, что ты делаешь и что ты говоришь, но то, что внутри тебя определяет. Я сдавливаю этот сок одновременно с одной и той же силой. Но горький лимон производит горький сок. А сладкий оранж производит сладкий сок. Мой друг, мой дорогой, позволь Иисусу сиять через тебя. Когда приходит давление, пусть Иисус будет в твоих словах. Пусть Иисус будет в твоих мыслях. Пусть Иисус будет в твоих поступках. Пусть Иисус будет в твоей жизни. Пусть Иисус будет в вашей церкви. Пусть ваша церковь будет благословена. Пусть она растет, умножается. и пусть еще больше и больше прорыва просто будет в вашей жизни во имя Иисуса и никакое давление вас не остановит ничто вас не остановит аллилуйя, слава Богу слава Богу, пастор, сколько у меня еще есть времени? я еще не проповедовал, я просто я просто вдохновлял вас по духу сколько еще у меня есть времени? скажи мне, а? 10 минут, хорошо, я вам хочу вам дать вы знаете, когда ты постишься и молишься то духовный мир становится реальным для тебя и я вам хочу сказать, что духовный мир очень реален и духовный мир он делится на добрых ангелов и злых ангелов и есть что-то в нашей жизни что может активировать ангельскую силу аминь аминь вы знаете, когда я проповедую эту тему я всегда людям говорю в начале мы спасены по благодати ничто не привлекает Отца к нам как только Иисус в нас любовь Отца нас спасла любовью мы живем и движемся но так же в Писании написано доброхотно дающего любит Бог знаете, Бог имеет особое расположение когда мы правильно поступаем Бог имеет особое благословение для нас активизируются силы ангелов в нашей жизни ответы на молитвы приходят когда мы правильно поступаем делаем правильные вещи я хочу вам дать просто пять важных принципов сейчас вещей, которые активируют духовный мир которые начинают работать для Божьей славы в вашей жизни я попытаюсь это сделать за 10 минут первое первое когда ты повинуешься и подчиняешься Божьей власти Божьему порядку тогда ангелы Божьи приходят и начинают действовать евреям 13 глава 17 стих тут здесь написано 13.17 повинуйтесь повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны ибо они не усыпно пекутся о душах ваших как обязаны дать отчет чтобы они делали это с радостью они воздыхая ибо это для вас не полезно о чем здесь говорится здесь говорится, когда в церкви есть послушание и подчинение Божьей власти Бог действует очень сильно и здесь говорится, что ваши пасторы чтобы они заботились о вас не воздыхая не со слезами не с переживаниями потому что, знаете, я немножко хочу сказать от лица пастора я считаю, что пастор это самая тяжелая работа которая может быть потому что ты 24 часа служения потому что когда все остальные идут спать ты думаешь о людях ты переживаешь когда все еще спят утром ты встаешь рано утром ты молишься твоя жизнь не принадлежит тебе она принадлежит Господу и она принадлежит людям ты открыт перед всеми людьми знаете, это не легкая работа но это очень почетная Божья работа это почетное Божье служение поэтому Господь хочет чтобы мы были в подчинении Господь хочет чтобы мы были в послушании ты скажешь какое это отношение имеет к ангелам в 1 Коринфянам 11 главе написано что ангелы они смотрят на церковь и они смотрят в те времена женщины которые должны были показывать свое послушание мужу власти они носили покрывало в наши времена у нас другая культура мы живем в совсем другой культуре это не важно какое будет ли покрывало или нет покрывало но важно чтобы твое сердце было покрыто послушанием и ангелы смотрят есть ли послушание в церкви есть ли единство в церкви есть ли сплоченность в церкви есть ли подчинение Божьей власти нет ли беспорядка нет ли разрушения и когда они видят вот это вот единство послушание что вся церковь она как один аккорд пастор идет за Господом церковь следует за пастором они все вместе идут в любви Божией ангелы Божьи действуют и приходит благословение приходит благословение радость прорыв во имя Иисуса Христа второй принцип который активирует ангелов это хвала и поклонение Господь хочет чтобы мы были людьми хвалы Он хочет чтобы мы были людьми поклонения в Верхнем Завете рассказывается такая история что когда царь Иосифат он столкнулся с вражеской армией это была огромная армия это вторая параллель 20 глава вы можете дома почитать когда он столкнулся с этой армией они постились и молились они говорят Господь мы не знаем что нам делать как нам преодолеть это Господь сказал не бойтесь это не ваша война это Божья война Господь будет сражаться и тогда Иосифат встал он вывел свою армию и впереди этой армии не было пушек не было автоматов не было танков впереди он поставил певцов я верю что песенное служение и служение прославления это очень важное служение это не просто ты выходишь и поешь пару песен это духовная война потому что когда мы славим Бога в радости небеса открываются ангелы Божьи наполняют место и Иосифат поставил музыкантов и Господь послал своих ангелов чтобы произвести несогласие в этой армии врагов и армия была побеждена иногда смотришь на церковь и видишь настолько разделены настолько каждый по себе и думаешь что наоборот царство дьявола посылает своих демонов разделять церкви приносить вот какой-то разобщенность должно быть все по-другому церковь должна быть в одном аккорде славить Бога проливаться и тогда вот эта сила Духа Святого она приходит и разрушает царство дьявола царство дьявола начинает разрушаться бесы начинают враждовать друг с другом и планы дьявола разрушаются поэтому хвала и поклонение это очень важно но я хочу вам сказать нам важно научиться славить Бога за то кто Он есть многие христиане приходят и говорят Бог дай мне это дай мне здоровье дай мне деньги дай мне работу дай мне семью мужа, жену и если они не получают это они не славят Бога начинают роптать быть недовольными должно быть все по-другому славь Бога за то кто Он есть и тогда Он даст тебе то что Он имеет научись славить наславить Господа я помню в моей жизни у меня угнали машину украли автомобиль вы знаете я трудился очень серьезно трудился чтобы мне было трое маленьких детей нам нужна была машина и у нас украли машину вы знаете в России страховки не были сейчас уже немножко это меняется но раньше не было страховок и моя машина была в гараже ее там охраняли сторожа и когда ее угнали эти сторожа вообще сказали это ты сам угнал потому что ты хочешь получить страховку у меня такое тяжелое время было и как раз мне нужно было проповедовать в церкви я пришел в церковь дьявол говорит ты не можешь проповедовать ты не можешь проповедовать смотри что с тобой произошло пусть кто-нибудь другой проповедует пусть кто-нибудь другой служит но сегодня это не ты тебе слишком трудно тебе тяжело я сказал дьявол со мной это не пройдет я встал пошел на сцену и стал вместе славить Бога с прославлением и мы славили Бога полчаса мы славили 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 моя церковь до сих пор помнит это что я стал славить Господа и потом я проповедовал о том что мы должны укрепиться надеждой на Господа Давид укрепился надеждой на Господа и он забрал у дьявола все что дьявол отнял аллилуйя слава Богу Господь мне дал ту машину так и не нашли Господь мне дал другую Господь приложил еще одну аллилуйя знаете наши власти в городе они знают нас и просто они подарили нам машину они знают что у нас многодетная семья пять детей это просто потрясающе что Господь делает они подарили нам но потребовалось много-много времени чтобы это произошло мне нужно было стоять в вере понимаешь это важно когда ты славишь Бога не за то что ты имеешь многие хотят за это славить Бога за то кто Он есть и тогда Он благословит тебя даже если дьявол сегодня украл что-то у тебя может дьявол украл твоего мужа украл у тебя жену украл у тебя финансы здоровье крадет у тебя прославляй Бога прославляй Бога Господь возвратит аллилуйя мне нравится как один человек сказал это первый человек этот человек болел раком и он сказал если Господь если мне придется умереть то я лучше умру славя Бога чем умру рабща на Бога слава Богу этот человек жив до сих пор аллилуйя ты видишь у нас должно быть правильное отношение слава Господу третий важный принцип это жертва жертвенное сердце это тесно связано с хвалой и поклонением но это не хвала и поклонение это твое сердце Бог сказал Аврааму возьми своего сына возьми лучшее что у тебя есть сына да возьми лучшее что у тебя есть и отдай это мне и Авраам послушался он принес его на гору моря и он положил его на жертвенник и тогда что-то произошло ангел явился он сказал Авраам, Авраам я вижу что ты не пожалел своего сына и поэтому поэтому я благословлю тебя мне не нужна эта жертва вот агнец есть мы его принесем но у тебя будет твое потомство будет как песок я просто пересказываю своими словами потому что у нас нет времени вы знаете жертвенное сердце это очень важно однажды царь Давид у него была такая ситуация он решил посчитать народ и он стал считать сколько у него народ и Богу это не понравилось нет ничего плохого когда мы считаем но в тот момент Бог увидел что сердце Давида было неправильным он больше уповал на человеческие силы чем на Бога нет ничего плохого когда мы считаем людей или знаем сколько членов церкви все нормально но в тот момент сердце Давида оно было другое и Господь послал ангела губителя на Израиль и ангел стал проходить по Израилю и стал губить стал губить и тогда Давид стал молиться Господь останови это останови это и он пришел на одно место это было губно орны и в усиянина и он говорит я хочу принести жертву чтобы Бог это увидел чтобы ангел увидел и чтобы поражение остановилось и он и орда говорит Давид вот тебе губно вот тебе овны вот тебе губно используй как дрова бери это ты знаешь что-то произошло сердцем Давида он говорит я это не возьму на его месте многие бы сказали аллилуйя давай возьмем зачем платить за овнов зачем платить за дрова если человек отдает Давид говорит нет я это не возьму он говорит я тебе заплачу полную цену интересно что в одном месте Писания говорится что он заплатил 50 шекелей серебра а в другом месте говорится что это 600 шекелей золота я могу ошибаться но приблизительно когда мы читаем мы думаем наверное Библия не точная может быть нет Библия очень точная он заплатил полную цену он заплатил за губно одну сумму затем еще добавил за валов и когда он принес эту жертву ангел остановил поражение ангел увидел и поражение остановилось здесь есть очень сильный принцип когда что-то стоит нам тогда Богу это стоит это ценно для Бога Когда что-то ценно для нас, это ценно для Бога. Но если что-то не ценно для нас, тогда это не ценно для Бога. Тогда люди приходят в церковь. Слава Богу, хорошо. Иногда не приходят. У нас сейчас в России, например, ужасные морозы. Я представляю, например, некоторые могут сказать, пастор, я не могу сегодня прийти в церковь, потому что такие морозы сильные. Я просто не могу. Но вот если ты как раз приходишь в этот день в церковь, Бог что-то особое именно готовит для тебя, потому что Он видит твою жертву. И на эту жертву приходит прорыв. Приходит откровение, приходит понимание. Это как раз именно день благословения. Аллилуйя. Поэтому запомни то, что ценно для тебя. Ценно для Бога. То, что не ценно для тебя, не ценно для Бога. Слава Господу. Четвертый принцип, я буду буквально очень коротко. Четвертый принцип. Молись Божьим Словом. Ангелы Божьи желают слышать Слово Божье со властью из наших уст. Мы часто молимся и говорим, Господи, помоги мне в этом. Sometimes we pray, Lord, help me with this. О, Господь, укрепи меня. О, Господь, помоги мне в этом. О, help me with this. Но разве Слово Божье говорит так, молиться? Иногда мы говорим, Господь, я самый слабый. Самый слабый среди всех слабых. Самый грешный среди всех грешных. Но разве так Слово Божье говорит нам молиться? Окей, если ты хочешь покаяться, это нормально. Это нормально. Я иногда говорю, Господь, прости меня. Прости, где я согрешил, прости меня. И иногда удивляюсь Господь, говорю, почему ты меня избрал? Есть намного лучше люди, которые могут что-то делать. Но Бог избрал меня быть пастором. Он призвал меня. Это его избрание. Понимаешь? Но как Господь хочет, чтобы ты молился? Но как Господь хочет, чтобы ты молился? Ефесянам 6 глава говорит. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы стать против всех козней дьявола. Поэтому, когда ты приходишь к Богу, если ты хочешь, чтобы ангелы работали для тебя, тебе не надо молиться на человеческом уровне. Перечислять все свои слабости. Упрашивайте. Нет. Приходи со властью. И говори, Господь, я укрепляюсь. Я укрепляюсь Господом. Могуществом силы Его. Облекаюсь во все оружие Божие. Чтобы мне стать против всех козней дьявола. И знаешь, что когда ангелы Божьи слышат Божье Слово, выходящие из твоих уст, тогда они повинуются этому Слову. В Псалмах написано, что ангелы повинуются глазу Господа. Что значит глаз Господа? Это Его Божье Слово, которое выходит из твоих уст. Ну, мы должны быть смиренными. Ты знаешь, что такое истинное смирение? Истинное смирение, это не когда у тебя постное лицо. Грустное лицо. Не когда ты плачешь постоянно. Истинное смирение, когда ты ходишь в свете Божьего Слова. Вот что истинное смирение. Когда ты не споришь с Богом. Но ты подчиняешься Божьему Слову. И если Божье Слово говорит, что мы сильны, значит мы сильны. Если Слово говорит, что мы укреплены, значит мы укреплены. Если Слово говорит, облекитесь во все оружие Божье. Значит мы облекаемся во все оружие Божье. И мы противостоим всем козням дьявола. Слава Богу! Скажем, Аллилуйя! Я верю, что истинное смирение Это когда мы смелые Смирение это не страх Это не самоуничижение Там в Ефесянам 6 главе апостол Павел молится Говорит, молитесь за меня Чтобы мне дано было слово Чтобы я с дерзновением проповедовал Чтобы я смело проповедовал Как мне должно Аллилуйя, вот это смирение Посмотрите на мусульман Как они смелые в своей мере Они не стесняются молиться Не стесняются цитировать свой Коран Посмотрите на иудеев Они в любом месте Могут одеть Цвилины Вот здесь такие свитки На любом месте могут молиться Знаете, что я увидел в христианах? Стесняются Они стесняются Библией Стесняются молиться Если где-то перед едой Даже надо помолиться Он говорит Я так Тихо помолюсь Про себя Ну не знаю Может быть это только в России Может быть не у вас Но я хочу сказать Так не должно быть Божье Слово Должно укреплять нас Мы сильны Мы тверды И идем И мы действуем со смелостью И последний принцип Мы с вами сказали Послушание Мы с вами сказали Хвала и поклонение Мы с вами сказали Жертвенное сердце Мы с вами говорили Молитва Божьим Словом И последний очень важный принцип Когда мы готовы к даянию Это очень важный принцип Я хочу вам показать Деяние 10 Деяние 10 Это мое последнее местописание Деяние 10 Здесь говорится о Корнилии Первый в Кесарии Был некоторый муж Именем Корнилий Сотник из полка Назваемый италийским Благочестивый И боящийся Бога Со всем домом своим Творивший много милостыни Народу И всегда молившийся Бога И он в видении увидел ангела Который вошел к нему И сказал Корнилий Он испугался И ангел отвечал ему Молитвы твои И милостыни твои Пришли на память Пред Богом Я не знаю как это действует Но я хочу вам сказать Что есть что-то Что связано с даянием Что-то что привлекает Бога Когда Господь видит Как мы распоряжаемся деньгами Это привлекает ангелов В нашу жизнь Вы знаете Мне нравится Как Джон Весли Однажды сказал Он сказал Работайте так тяжело Как только вы можете Собирайте так Так много Сколько вы можете И жертвуйте Давайте так много Как только вы можете Это потрясающие слова Знаете Есть что-то Что связано с даянием Этот ангел Посмотрел на Корнилия И он сказал Твои молитвы Собраны в сосуд Милостыни То есть твои финансы То что ты делал То что ты жертвовал Они пришли на память Пред Богом И сейчас я готовлю Спасение для всей твоей семьи Позови Петра И он скажет тебе слова Которые спасешься ты И весь дом твой Слава Господу Возлюбленные Мы должны провозглашать Власть над золотом и серебром Золото и серебро Принадлежат сегодня Дому Божьему Оно не принадлежит Дьяволу Дьявол это использует Но оно нужно Сегодня нам Не для того Чтобы нам было хорошо Не для того Чтобы у нас были Самые лучшие машины Или у нас было Все самое лучшее Оно нужно нам Знаете для чего? Чтобы мы через это Могли больше служить И лучше служить И достигать людей И достигать людей Вот это то что нужно Поэтому если у тебя есть нужды Сейчас наверное будет Еще время молитв Мы будем молиться за нужды Если у тебя есть нужды Просто скажи Господу Что тебе нужно Затем скажи Дьявол убери свои руки И затем скажи Пусть ангелы Божьи Чтобы ангелы Божьи Просто действовали для тебя И принесли то что тебе нужно Вот эти три шага Они очень важны Определить то что тебе нужно Скажи дьяволу Чтобы он убрал свои руки И третье Скажи ангелам Божьим Говори им Божьим словом Чтобы они принесли то что тебе нужно А Божье слово очень четко говорит Филипийцам 4.19 Бог мой Восполнит всякую нужду По богатству своему славе У нас уже есть обетование Ангелы готовы его услышать И ангелы готовы его услышать Бог мой Восполнит всякую нужду твою По богатству своему славе Через Иисуса Христа Аминь Субтитры сделал DimaTorzok